Уже через неделю состоится Всебелорусское народное собрание. Седьмое по счету, но первое в новом статусе. Что такое ВНС, откуда взялся этот орган и какие вопросы будет решать? Поликбезничаем. Должны быть это самый короткий выпуск Ликбеза, потому что тема Всебелорусского народного собрания четкая, конкретная и не вызывает сомнений. Новый конституционный орган власти не такой уж и новый, разве только для Конституции. В этом году пройдет уже седьмое собрание. До этого ВНС собиралась раз в пять лет, начиная с 96-го года. В рамках Всебелорусского народного собрания представители власти и общества собирались, чтобы поговорить о наболевшем, подвести итоги и решить, куда стране двигаться в следующие пять лет. Но в 2022 году на республиканском референдуме по изменению Конституции почти 80% проголосовали «за», и ВНС приобрел особый конституционный статус. Меньше чем через год появился и закон о Всебелорусском народном собрании, который этот статус конкретизировал. Согласно закону, ВНС – это высший представительный орган народовластия. 1200 делегатов со всей страны, те, кто представляют интересы всех слоев общества. Итак, кто они? Действующий президент Республики Беларусь, президент Республики Беларусь, сложивший свои полномочия. Представители трех ветвей власти – законодательные, исполнительные, судебные. Представители местных советов депутатов – представители гражданского общества. Как выбирали делегатов ВНС? Ну, с первыми двумя пунктами все понятно. Президента мы избрали еще в 2020 году. Кроме того, закон предусматривает участие в ВНС человека, прекратившего полномочия. Ну, то есть когда-то мы его выбрали президентом, потом он перестал им быть и стал делегатом ВНС. И такая норма абсолютно понятна. Участие политика с большим опытом руководства страной уж точно не будет лишним при решении вопросов государственного масштаба. Представители трех ветвей власти – это депутаты Палаты представителей. Их мы выбрали с вами напрямую меньше двух месяцев назад. И члены Совета Республики. Последние избраны из числа депутатов местных советов, которых также выбрали мы. Премьер-министр, министры, председатели исполкомов. Например, премьер-министры, министры, председатели обл. исполкомов на должности назначают президент, которого мы выбрали напрямую. Председатели исполкомов других уровней также назначают те, кого выбрали мы с вами – напрямую либо косвенно. Судьи Конституционного и Верховного судов с ними интереснее. Ранее часть из них назначал президент, а часть избирал Совет Республики. То есть, опять же, те, кого избрали мы с вами. По новому закону, судьи Конституционного и Верховного судов будут избираться самим Всебелорусским собранием. А еще в состав НС войдут представители местных советов депутатов – сельских, поселковых, районных, городских и областных. Всего 350 человек. И 400 представителей гражданского общества. Это пять организаций, представляющих интересы всех слоев населения. Общественное объединение «Белая Русь», Общественное объединение ветеранов, Белорусский союз женщин, Белорусский республиканский союз молодежи и Федерация профсоюзов Беларуси. По факту, все 1200 делегатов – это люди, которых так или иначе мы выбрали. То есть, делегировали им право решать нашу судьбу. Потому и делегаты. И потому ВНС – это орган народовластия в самом коллективном и представительном понимании. С изменениями в Конституцию ВНС нарастила свои полномочия. А потому теперь встречи делегатов будут рекламентироваться иначе. Общее правило – встречаться не реже раза в год. Но если нужно будет, будут и чаще. В ВНС будет постоянно действующий руководитель, его заместитель, президиум и секретариат. Туда можно обратиться с проблемой. И важно сказать – делегаты ВНС работать будут на общественных началах. Зарплату платить им не будут, кто бы что ни говорил. Итак, что по компетенциям? ВНС вправе рассмотреть вопрос о легитимности выборов. Для справки, легитимность – это согласие народа с властью. Собрание может принять решение о смещении президента с должности, если он систематически или грубо нарушает Конституцию, совершил госизмену или другое тяжкое преступление. Так ВНС становится на страже деятельности президента. Именно на ВНС будут утверждаться новая концепция нацбезопасности и военная доктрина. Это документы, которые определяют, как мы будем реагировать на риски и угрозы. Кроме того, ВНС будет утверждать направление внутренней и внешней политики, программы социально-экономического развития Беларуси. То есть 1200 делегатов, которым общество дало право решать, выберут путь, по которому пойдет наша страна. Собрание вправе вводить чрезвычайное или военное положение, если на то есть основания. Устанавливают государственные праздники и праздничные дни, памятные даты. ВНС теперь имеет право назначать судей Конституционного и Верховного судов, а также членов Центра избиркома. Раньше это делали президент и парламент. Собелорусское народное собрание обладает правом законодательной инициативы, а также предложить изменения в Конституцию и еще много других полномочий. Но даже по этому списку видно, ВНС разгрузил президента и парламент, забрав определенные компетенции. Получается, ВНС ограничивает полномочия президента, но зачем? Во-первых, это способ передать часть ответственности за будущее страны на народ. Это ведь и есть демократия. При том, что у главы государства сейчас много вопросов внешней безопасности и благополучия страны, и с каждым днем все больше. А во-вторых, пример 20-го года, да еще и десятки самых неприятных примеров по всему миру, показал – страну нужно защищать, чтобы, не дай бог, кто-нибудь другой не угробил. Откуда вообще взялся формат ВНС? Абсолютных аналогов данному органу нет, но про родителей можно считать вечер. Народные собрания глав семей местного сообщества. По факту, это были собрания представителей гражданского общества, базовая ячейка которого является семья. Но все же в его современном понимании концепция деятельности собрания писалась с нуля. Учитывалась история белорусского народа, учитывались и запросы нынешних людей. ВНС получился органом полезным и важным, ведь принимать решения, касающиеся жизни каждого, лучше вместе. Коллегиальный орган, представляющий все слои общества, сможет лучше всего определить будущее страны. Это был Ликбез Бай.